Тридцать четвертая серия. Объемы и формы восприятия. Орбита Торины 5. Открывается гиперпространственное окно и оттуда вылетает фрегат ВКС земного содружества класса Уран. Корабль без промедления идет на стыковку с Вавилоном 6. Вавилон 6. Стыковочная зона. Виден огромный ангар с множеством людей и техники. Кто-то перекрикивается, работа кипит, погрузчики снуют туда-сюда. Через пассажирский выход пристыкованный корабль покидает группа офицеров. Их уже ожидает Волков. Подойдя, офицеры отдают честь Волкову. Тот им и уводит за собой. Коридоры Вавилона 6. Николай ведет группу прибывших по коридорам станции, рассказывая и показывая. Офицеры, в свою очередь, с любопытством рассматривают инопланетян, которых тут большое разнообразие. Волков, капитану Урана. Нам сказали, вы направляетесь на границу, чтобы укрепить наши рубежи в случае разборок Сафаари. Капитан Урана, прохладно. Мы отвечаем за обеспечение передовых баз. Атака на Минбар ярко показала, что надо быть прежде всего сильными самим, а уже потом надеяться на союзников. Именно поэтому создали вас для усиления нашего влияния. Волков, ну, создали не нас, а станцию. В ответ Николай ловит раздраженный взгляд и решает не продолжать. Вавилон 6. Пункт паспортного контроля. Таможенники последовательно проверяют нескольких молодых людей на предмет наличия запрещенных предметов. Четверо парней и две девушки спокойно выслушивают шутки одного из таможенников, производящего их досмотр. Офицер. Весело. Кто тут у нас? Смотрит идентификационные карты. Вера Герман, Антон Крайнов, Ганс Шпенглер, Николя Бувье, Джим Моррис и Селена Родригес. Занятная компания. Так. А ну, признавайтесь сразу, куда спрятали травку или что похуже? Все равно найду. Антон. Очень серьезно. Господин сержант, мы стараемся вести здоровый образ жизни, нас не интересуют всякие гадости. Офицер. Все так же весело. Ясно, ясно, но я ведь тоже был молодым, подмигивает. Антон. Я правду говорю. Другой офицер. Фишер. Кончай придираться к молодежи. Иди лучше помоги на санитарном контроле. Там делегация Пакмара привезла своей традиционной еды для какого-то религиозного обряда. Офицер ворчит что-то себе под нос, заканчивает досмотр, быстро пропускает всех ребят и уходит к другому пункту пропуска. Красный сектор. Коридоры. Молодые люди вместе идут по коридорам Вавилона 6, с любопытством рассматривая все вокруг. В одном из просторных холлов они отходят в сторону и становятся в кружок, взявшись за руки. Ганс. Поздравляю братство справедливости с прибытием в пункт назначения. Все негромко. Ура. Вера. Теперь нам нужно попасть к капитану Келлу. Джим. Я думаю, что он нам точно поможет. Хотел бы я быть таким, как он. Селена. Мечтательно. Да, он классный. Антон. Ну и чего же мы ждем? Пошли к нему. Ребята начинают свой путь, но оказывается, что добраться до командного пункта не так-то легко. Роль провожатого берет на себя Николя, но выбирает неправильный путь на одной из развилок, и ребята попадают в трущобы. Антон опасливо озираясь по сторонам. Ты прям Сусанин. Николя. Что? Антон. Ни что, а кто? Историю учить надо. Был такой герой в древности. Но он врагов завел в чащу, а ты... Вера. Лучше нам вернуться. Ганс. Да, давайте двигаться в обратном направлении. Тут им преграждают дорогу два слегка выпивших бродяги бандитской наружности. Первый бродяга. Опаньки. Да тут детишки на экскурсии пожаловали. Второй бродяга. И девчушки такие миленькие. Мы им все можем показать. Оба противно смеются и подходят ближе. Неожиданно Джим атакует ближайшего бродягу и двумя резкими ударами, кулаком в челюсть и в ухо, отправляет его в нокаут. В первое мгновение после этого второй бандит отступает на пару шагов, но потом выхватывает из-за пазухи бластер. Второй бродяга. А ну стоять! Мелкие гаденыши. Ребята сбиваются в кучку, при этом парни закрывают девчонок своими телами. Его товарищ с трудом поднимается и держится за челюсть. Второй бродяга. Ты как? Первый бродяга кряхтит. Да он мне челюсть сломал, сволочь. Второй бродяга. Ну вы за это ответите. Внезапно появляется патруль. Бродяги убегают в темноту, грязно ругаясь и исчезают. Сотрудник службы безопасности. Ребятки, вы что тут делаете? Трущобы не место для прогулок. Антон. Заблудились, сэр. Нам вообще-то нужно встретиться с капитаном, Кристофером Келлом. Сотрудник службы безопасности. Вот как? Я могу вас немного проводить, а то опять попадете в неприятности. Джим. Ничего, мы бы справились. Видели, как я одному врезал? Но все равно спасибо. Антон. Джимми чемпион универсиады по боксу в суперлегком весе. Сотрудник службы безопасности. Это здорово, конечно, но излишняя самонадеянность до добра не доводит. Кстати, зачем вам нужен капитан? Селена. У нас к нему очень важное дело, но вам мы пока сказать не можем. Патрульные смеются и провожают ребят до лифта, по дороге рассказывая, как добраться до командного пункта. Синий сектор. Коридор. Мы видим, как Волков проводит гостей в офицерскую столовую. Все входят, только один уже весьма немолодой майор задерживается. Волков, словно невзначай. Вас понизили в звании, сэр? Майор, слегка маскируюсь. Не все знают меня в лицо. Волков, плохая маскировка иногда привлекает больше внимания, нежели ее отсутствие. Майор пристально смотрит на Николая, но без раздражения. Майор, не стоит учить старого волка жить, капитан. Собери своих вечером после смены. Нам есть о чем поговорить. Волков отдает честь и уходит. Майор входит в столовую. Это произошло. Вавилон 6 был создан. Зажглась новая надежда, готовая сплотить вокруг себя искорки общего будущего. Детями звездного альянса и кровавой битвы за Минбар, свеча во мраке бескрайнего космоса, Вавилон 6 отстоял свое право на существование. Теперь он должен был отстоять его для альянса. Синий сектор. Кабинет Келла. У Келла заканчивается прием граждан. Он с трудом выпроваживает последних посетителей и хочет выйти из кабинета. Опустив глаза вниз, капитан бормочет себе под нос. Келл, я, конечно, уважаю все расы, но почти тонна тухлятины. Это слишком даже для Пакмара. Или эти туристы с Марса. Почему мне нужно разбирать их бытовые скандалы? Есть же суд. Но нет, все идут сначала ко мне. А посол Федерации Пигнусов? Вечно ему заговоры мерещатся галактического масштаба. Только он излагает свои соображения не руководству, а мне. Уважает, говорит мое мнение. Тут Келл поднимает глаза и почти натыкается на ждущих его ребят. Все хором. Здравствуйте, сэр. Келл немного опешив. Здравствуйте, молодые люди. Чем могу вам помочь? Приемное время закончилось уже. Ну ладно. Антон, братство справедливости в полном составе готово служить на благо Вавилона 6 и всего Межзвездного Альянса, сэр. Парни и девчонки вытягиваются по струнке в шеренгу. Келл, вольно. Ох, вы меня прямо-таки ошарашили. Братство справедливости, значит. Возможно, что я слышал что-то когда-то про него, но расскажите лучше поподробнее. Улыбается. И давайте все же вернемся ко мне в кабинет. Видимо, сегодня мне покинуть его не суждено. Все заходят в кабинет Келла и рассаживаются на диване. Антон, господин капитан, мы с ребятами учимся вместе в Евразийской Академии Естественных Наук. На разных курсах, правда. И вот пару лет назад мы решили создать организацию, которая занималась бы различными добрыми делами и позволяла бы применять полученные знания на практике. Келл, очень интересно. Продолжайте. Вера, мы сначала просто собирались, обсуждали новости, придумывали разные студенческие фестивали, участвовали в общественных уборках городских парков, собирали пожертвования в благотворительные фонды Николя. Да, у нас есть как бы небольшое разделение обязанностей. Джим, например, часто бывает стюардом на разных спортивных и культурных мероприятиях. Мы с Гансом много раз участвовали в качестве волонтеров в ликвидации последствий стихийных бедствий. Девчонки регулярно устраивают детские праздники для малышей, которые не имеют родителей. Антон вообще сконструировал портативный опреснитель воды, настолько дешевый, что его могут купить даже самые бедные люди. Мы ведем свой блог, где пишем о сделанных добрых делах, чтобы люди видели, что в мире есть много хорошего, а не только негатив, о котором так любят рассказывать ICN и другие. Келл, я смотрю, что у вас все хорошо развивается, молодцы. Зачем же вы прилетели на Вавилон-6 и чем я могу вам помочь? Ганс, мы прекрасно понимаем, что наша деятельность весьма малозначительна. Сейчас, когда перед человечеством открыт весь космос, хочется использовать все возможности, а не зацикливаться только на Земле. Нам хочется быть по-настоящему полезными миру, Вселенной. Келл, хотите быть супергероями? Желание-то похвальное, но, повторюсь, почему вы пришли именно ко мне? Селена, да вы просто наш кумир, настоящий герой. Лично я читаю про вас все новости с того самого момента, как вас назначили на Вавилон-6. Келл, я смотрю, что вы и сами неплохо справляетесь. Для того, чтобы творить добрые дела, разрешение не требуется. Ганс, хм, как сказать. Келл, а что, есть проблемы? Ганс, Антон, ты лучше ему расскажи. Антон, вы понимаете, у нас там на Земле сейчас все устроено по принципу инициатива наказуема. Если ты хочешь заниматься какой-либо общественной деятельностью, то нужно зарегистрироваться в специальном волонтерском движении, у которого есть своя структура, руководство. Келл, ага, ситуация проясняется. Селена, гневно. Да, а хуже всего то, что после того, как в него вступишь, ты должен делать только то, что тебе скажут, прикажут фактически. Вот дали задание по организации праздничного митинга, исполняй. А если я в это время собиралась с детьми проводить музыкальные занятия? Нет, этого же в плане не указано. Вера, да ладно бы, еще указывали только что делать. Они еще указывают нам что думать. Вы знаете, чему сейчас учат в школе и других учебных заведениях? Келл, ну я уже давно закончил, но думаю, что разным вещам. Николя, ха-ха, нет, сэр. В том-то и дело, что всех учат одному и тому же. Нам говорят, что кругом только враги. Все, даже наши недавние союзники. Альянс называют организацией, которая сковывает развитие Земли, не позволяет ей быть истинным лидером. Людям постоянно вдалбливают, что нам никто не нужен, что можно существовать изолированно и самодостаточно лишь в пределах обжитых человечеством планет. Келл, грустно. История склонна повторяться. Джим, однажды нам вообще закроют космос по чьей-нибудь прихоти и оставят лишь несколько маршрутов для полетов. Вблизи Вавилона-6. Недалеко от Торины-5 открывается окно из квантового пространства, из которого вылетает линкор Афаари и берет курс к станции. «Синий сектор. Кабинет Келла». Келл, растерянно. «Неожиданно. Но приятно, конечно. Как бы вам помочь, Антон? Примите нас на службу. Молодежный состав, так сказать». Келл. «Сомневаясь, что смогу это сделать, мне нужно посоветоваться». В дверь раздается звонок. Капитан открывает и видит на пороге Джеймса Конрада, который удивленно смотрит на собравшуюся компанию. Келл. «Здравствуйте, господин Конрад. Вы очень кстати». Конрад. «Доброго дня, капитан. Я смотрю, вы очень рады моему приходу». Келл. «Я как раз играл с мыслью попросить вас о небольшом одолжении». Конрад. «Всегда рад помочь. Но сначала я хочу сообщить вам некоторую очень важную информацию». Келл. «Ребята, подождите, пожалуйста, в приемной». Парни с девушками выходят. Конрад. «На станцию прибыл посол Афаари. Разведывательные группы Афаари были замечены на территориях Абайи, Хаяков, Ипше и Геймов. Опасная ситуация складывается в регионе из-за их активности. Союзники собирают совет». Келл. «Хорошо, я все организую. А вот какая просьба у меня есть к вам». Приемная Кела. Конрад выходит из кабинета. Ребята вопросительно на него смотрят. «Конрад. Молодые люди. Готовы к небольшой экскурсии? Капитан попросил меня рассказать вам о станции и о рейнджерах. Надеюсь, что вы хоть что-то знаете о нашей деятельности». Николя. «Конечно. Ведь рейнджеры — это современные рыцари. Самые отчаянные и смелые воины во всем обитаемом космосе». Конрад. «Несколько растерянно. Ну, в общем, ладно. Идите за мной». Веселой гурьбой ребята следуют за рейнджером. Кабинет Кела. К Келлу заходит Джоанна Ли и застает его в картинной позе Наполеона с засунутой за пазуху рукой. «Ли, теперь я знаю, что подарю тебе треуголку на Рождество». Келл смущенно. «Да это так. Посетители были и говорили тут всякое. Ли, это те дети, которые сейчас ходят по станции вместе с Конрадом». Келл. «Да-да. Он обещал им все показать. Мне кажется, если они поступят на обучение к рейнджерам, это будет правильно. Ребята деятельные, отзывчивые». «Ли, и их родители не против, разумеется». Келл озадачена. «Кто?» «Ли, родители, Кристофер. Ну, там папы, мамы». Келл опускается в кресло. «Джоанна, вы абсолютно правы. Я и не подумал. Думаете, что могут возникнуть трудности?» «Ли, я думаю, что тебе скоро предстоит не самое приятное общение». «Я тут принесла отчеты. Почитай пока». Кладет их на стол капитана и уходит. Коричневый сектор. Хостел. Ребята заваливаются веселой гурьбой в станционный хостел. Ганс. «Мистер Конрад провел очень интересную экскурсию и рассказал очень много о деятельности рейнджеров. Я и не думал, что они делают столько для обеспечения безопасности границ и помощи нуждающимся». «Антон». «Да, а Сиен про это не рассказывает. Хорошими делами прославиться нельзя». «Николя». «Но они и не ждут признания. Как нам сказал этот рейнджер, мы живем ради единственного и умрем ради единственного». «Селена». «Очень напоминает монашеский орден». «Вера». «Да, но мне нравится вся эта рейнджерская атмосфера. В этом столько возвышенного». «Джим». «Я только одного не пойму. Почему Альянс не использует рейнджеров по полной? Они всегда разбросаны на окраинах. А если их собрать вместе, то получится огромная сила. Представляете себе армаду из белых звезд? Как во времена Шеридана. Да любые волнения можно в раз утихомирить. И Альянс будут больше уважать». «Антон». «Удивленно». «Но это же значит использовать рейнджеров в карательных целях». «Джим». «Мне кажется это целесообразным. Вся эта мелюзга, прибившаяся к МА, должна сама справляться с обороной границ». «Антон». «Я не думаю, что господин Конрад с тобой бы согласился». «Вера». «Ребят, ну что вы тут обсуждаете? Вас послушать, так прямо политики галактического масштаба». «Нас еще неизвестно возьмут ли». «Джим». «Это даже смешно». «Джим» раздраженно. «Ну да, пока что мы никто. Я пойду погуляю». «Он выходит из комнаты». «Селена». «В последнее время Джим вообще нервный. Переходный возраст, видимо». «Пожимает плечами». «Вера». «Ага». «А может, влюбился в кого?» «Она многозначительно смотрит на Селену». «Девчонки смеются». «Антон», «Ганс» и «Николя» тоже к ним присоединяются. «Коричневый сектор». «Коридор». «Джим» идет по коридору с опущенной головой и сталкивается с кем-то. Это, оказывается, мужчина средних лет, богато одетый. «Мужчина». «Ты смотри, куда прешь, мелкий паршивец». «Джим» с вызовом. «Я не мелкий». «За то, что он на вас налетел, извините». «Мужчина». «Ух ты, вежливый. Для твоего поколения это редкость». «Я не в обиде». «У нас у всех есть дела, по которым нужно спешить». «Джим». «Грустно». «Да я так. Просто шел куда-нибудь». «Мужчина». «С предками разругался?» «Или с подружкой?» «Джим». «Родителей у меня нет. Да и девушки тоже, в общем». «Мужчина». «Интересно». «Слушай, у меня тут сорвалась встреча, поэтому появилось больше часа свободного времени. Мы можем с тобой поговорить?» «Посидим в кафетерии». «Джим с подозрением». «А чего это вы захотели со мной разговаривать?» «Мужчина». «Мне как раз нужны молодые и смелые ребята для одного важного проекта. Хочу выяснить, подойдешь ли ты мне. Меня зовут мистер Бишоп. Майкл Бишоп». «Джим». «Джим Моррис». «Ладно, давайте пообщаемся». «Красный сектор. Кафетерий». «Бишоп смеется». «Ха-ха-ха. Значит, в суперлегком весе. Универсиаду». «Джим». «Да, нокаутом в третьем раунде. А чего тут смешного?» «Бишоп». «Матерь Божья, в третьем. Но все один в один, как у меня. Это знак свыше. Парень, ты мне подходишь. Ты сказал, что родителей нет у тебя. Извини за неприятный вопрос, но это важно». «Джим». «Да я не особо сентиментальный». «Формально предки у меня есть, но я их видел в последний раз семь лет назад вживую. Мать иногда шлет видеописьма, а отец давно пропил все мозги». «Бишоп мрачно». «Мне это знакомо». «Ладно, а что ты тут делаешь, Джим?» «Да решили тут с друзьями попробовать стать рейнджерами». «Бишоп скептически». «И чего же вы у них хотите найти?» «Джим, ну как же? Мы хотим служить на благо Альянса. Разве это недостойное занятие?» «Бишоп». «Конечно. Я же вижу в твоих глазах это желание быть полезным. Но...» «Джим, вы о чем?» «Бишоп». Альянс погряз в бюрократии. Рейнджеры ему не нужны. Их стараются послать куда-нибудь и забыть. Конечно, их служба опасна и важна, но она безумно скучна и бессмысленна. «Вот если бы Альянс использовал единый флот из белых звезд...» «Джим, удивленно. Вы тоже так думаете?» «Бишоп». «Конечно. Это же очевидно. Джим, не стоит тратить молодость на это. Есть и другие силы, и другие занятия». «Джим, и какие же?» «Бишоп». «Их сложно назвать одним словом, но я принадлежу к ним. Моя компания занимается продажей новых военных технологий частным охранным агентствам и помогает с подбором сотрудников». «Джим, вы говорите о наемниках?» «Бишоп». «Мне больше нравятся частные охранные структуры. Ты можешь стать охранником большого человека, получать достойный заработок, жить так, как тебе нравится. Девушки, опять же, любят парней с деньгами. Кстати, ты говорил, что у тебя друзья. Такие же крепкие и здоровые парни и девчонки?» «Джим». «Ну да». «Бишоп». «Так пусть они идут к нам. Женщина в охране этой красиво и вводит в заблуждение». «Джим». «Минутку. Но мы же не умеем воевать, сражаться, как солдаты». «Бишоп». «Естественно. Вы же хотели, чтобы вас обучили рейнджеры. Научим мы. Только у нас методы другие. Вместо нудных тренировок и медитации – программирование мозга. Пара дней, и ты знаешь все о взрывчатке. Еще пара дней. Ты спец по рукопашному бою. Круто, да?» «Джим». «Да». «Бишоп». «В общем, ты с ребятами поговори. Может, заинтересуются. Вот тебе координаты моего офиса. Дает карточку. Если надумаешь, приходи». «Джим уходит». Проводив его взглядом, Бишоп связывается с кем-то. «Бишоп». «Я думаю, что смогу достать один отличный экземпляр в ближайшее время. Такого давно не было. Один, может, больше». Пассажирские бухты. Пункт контроля. А тем временем на станцию прибывает пассажирский транспорт. Среди пассажиров мужчина и женщина средних лет. Семейная пара. При проверке документов у обоих видна фамилия Родригес. Таможенник долго возится. Очередь большая, женщина нервничает и начинает ругаться. «Миссис Родригес». «Да сколько можно копаться? У нас тут ребенок пропал, а мы вынуждены столько ждать». «Мистер Родригес». «Дорогая, успокойся. Скоро пройдем». «Миссис Родригес». Не обращая на мужа внимания. «Конечно». «Заманивают детей на станцию. Я устрою им скандал». «Таможенник». «Тот же, который оформлял ребят». «Вы что-то сказали про детей?» «Миссис Родригес». «Сказали?» «Нет, мы про это кричим». «Вот вы, может быть, их видели?» «Таможенник». «У нас столько людей. А кого конкретно вы ищете?» «Миссис Родригес». «Селена Родригес. Семнадцать лет. А с ней еще несколько ребят». «Говорила я ей, что не стоит спутываться со всякими нищебродами». «Мистер Родригес». «Дорогая, тише. Люди же смотрят». «Миссис Родригес бросает взгляд на троих нарнов, спокойно ожидающих своей очереди». «Ага, люди». «Ну-ну». «Таможенник». «Я вспомнил». «Конечно. Шестеро студентов Евразийской академии». «Миссис Родригес». «Они еще здесь?» «Таможенник». «А вам зачем?» «Миссис Родригес». «В ярости. Вы болван». «Мы родители Селена Родригес». «Таможенник». «Нет». «Не покидали». «Сверяется с базой». «Проходите ко мне». Он пропускает чету Родригес без очереди и показывает, куда идти. Коричневый сектор. Хостел. В хостеле ребята сидят и беседуют. Раздается звонок в дверь. Селена радостна. «Джим вернулся, наверное». Створки разъезжаются, и она видит родителей. Селена. «Мама». «Папа». «Миссис Родригес». «Да, доченька, это мы. Собирайся, мы уезжаем». «Селена». «Я никуда не поеду». «Миссис Родригес». «А у тебя и не спрашивают». «Домой», я сказала. «Мужу». «Милый, скажи ей». «Мистер Родригес». «Дочка, послушай свою мать. Давай вернемся домой, все обсудим». «Селена, нечего обсуждать. Я уже взрослая, и сама могу решать, что мне делать». «Миссис Родригес». «Ты об учебе подумала?» «Да вы все подумали. Без образования, без профессии, кем вы станете?» «Селена». «Мы хотели пойти в рейнджеры». «Миссис Родригес». «Чего?» «К этим оборванцам». «Ладно, ваш друг Джим, нищеброд. Но вы-то ребята из нормальных семей». «Кстати, Николя, тебе отец передал сообщение. Достает из сумки кристалл. Он сейчас на деловых переговорах на Марсе, а то бы сам приехал». Николя краснеет, берет кристалл и отходит в сторону, чтобы его посмотреть. «Миссис Родригес». «Ребятки, да что же такое происходит? Что у вас за ветры в головах дуют?» «Антон». «Мы сами приняли это решение. Это осознанный выбор». «Миссис Родригес». «Какой выбор?» «Вы сначала выучитесь, создайте семьи, а потом уже говорите про выбор». «Чтобы делать осознанный выбор, надо сначала сознательными стать». Она берет Селену за руку и тащит к выходу. Девушка упирается, но не очень активно. Николя дослушал запись и идет следом. «Ганс». «Николя, а ты куда?» «Николя». «Отцу нужна помощь в работе. Я не могу его подвезти». «Антон». «Все ясно». «И кто еще захотел домой?» Смотрит на Веру и Ганса. «Миссис Родригес обращается к Николя». «Молодец, мальчик». «Мужу». «Возьми сумку дочери Растяпа. Мы еще успеем на ближайший рейс». Они все уходят. Ганс, Антон и Вера остаются. «Вера». «Нужно найти Джима». Коричневый сектор. Коридор. Ребята уходят искать Джима и встречают его в одном из коридоров. «Антон». «Вот он. А мы уж думали, что и ты нас покинул». «Джим». «Чего?» «А кто нас покинул?» «Антон». «Николя и Селена». Ее предки прилетели. Ну, у нее и мамаша. Джим хочет рвануться бежать, но Антон его останавливает. «Антон, вот в эту минуту транспорт улетает. Зря пробегаешь». «Джим». «Черт». «Вера». «Да ладно, Джимми». «Было ясно сразу, что для них это больше развлечения. Как ни крути, они нас побогаче будут. Им невыгодно с предками ссориться. Хотя мои меня понимают. И у них тоже». Кивает на Антона и Ганса. «Они нас уважают. Видят в нас личности со своими стремлениями и убеждениями». Джим ухмыляется. «А моим просто на меня плевать». Ганс, Джим, не бери в голову. Пойдем поужинаем, а завтра к мистеру Конраду сходим. Он же обещал подумать на тему обучения у рейнджеров. Джим, слушайте, я тут другой вариант нашел. Он рассказывает о своей встрече с Бишопом. Антон, наемником, да еще с промытыми мозгами, ты в своем уме. Я вообще сомневаюсь, что такая технология существует. «Джим, можно подумать, что у нас мозги непромытые. Нам их промывали в школе, в университете. А ничему полезному так и не научили». «Ганс, это не вариант, Джим. Ты даже не знаешь, что за человек этот Бишоп». «Джим, я и про Конрада знаю немного». «Вера, ты говоришь глупости. Рейнджеры — это рейнджеры. Я тебя не узнаю». «Джим, ну как хотите. Мне терять нечего. Я рискну». Джим уходит. Из его кармана выпадает карточка Бишопа. Вера ее поднимает. Офис Бишопа. Джим сидит напротив него в кресле. Майкл Бишоп кивает головой и слушает рассказ парня. «Бишоп, ты сделал правильный выбор. Сейчас мы проведем тестирование на предмет выявления твоих сильных сторон. Учитывая, что ты спортсмен, вероятно, это будет физическая защита. Но всякое бывает». Он дает Джиму экран с тестовыми заданиями. Парень склоняется над ним, а в это время сзади к его шее приставляют медицинский пистолет и усыпляют дротиком. «Бишоп». «Хорошо, Боб. Надо положить его в медицинский сканер. Думаю, органы тут все отличные, но нужно проверить. Нельзя же клиентам продавать некачественный товар. Коричневый сектор. Хостел. На следующий день Конрад беседует с ребятами. Антон. И мы его не видели со вчерашнего вечера. Он рассказывал про какого-то Бишопа, охранную организацию. Конрад. Я про такого не слышал. Лучше всего спросить у мистера Руссо. Вера. Достает карточку. Вот. Он обронил. Конрад. Думаю, что нужно показать ее Руссо. Пойдем». Коричневый сектор. Коридор. По коридору Бишоп и его подручный несут длинный контейнер. Навстречу им идет аташе посла Дрази Ракошот. Он с интересом смотрит на странный контейнер. Вдруг крышка частично открывается, и оттуда высовывается человеческая рука. Бишоп сразу запихивает ее обратно. Ракошот делает вид, что ничего не заметил, и сворачивает за угол. Бишоп. Боб, ты кретин. Не проверил защелки. Боб. Босс, да я был уверен, что после такой дозы наркотика он будет недвижим. Организм у парня крепкий. Бишоп. Тем лучше. Сердце как молот. Какой-нибудь стареющий богатей будет доволен. Они слышат покашливание. Боб оборачивается. Сразу же он получает удар в нос от подкравшегося Ракошота и падает без сознания. Бишоп выхватывает длинный нож и атакует Дрази. Наносит ему пару резаных ран, но Дрази только становится злее. Он пропускает еще удар лезвием, но прижимает Бишопа к стенке, выбивает нож и долбит негодяя затылком об стену. Тот падает. Ракошот бормочет. Дрошала свидетель. Как давно я хотел кого-нибудь побить. Невзирая на раны, он открывает контейнер и вытаскивает из него ворочающегося Джима. Кабинет Руссо. Присутствует Пьер Руссо, Аташе Ракошот, Конрад и все ребята, включая Джима. Руссо. Ну, господин Ракошот, благодарю вас за проявленную бдительность. Честно, не ожидал. Ракошот улыбается. Дрази все воины. Мне самому было очень приятно помочь пареньку. Джим, я сам виноват. Дурак. Конрад. Ничего. Это станет хорошим уроком. А еще у меня есть хорошая новость для всех вас. Мы посовещались и решили, что на Вавилоне-6 откроется центр подготовки для молодежи, желающей вступить в рейнджеры. Ребята, ура! Конрад. Но так как вам еще нет 18 лет, согласие родителей строго обязательно. Все радуются уже немного меньше. Джим, а если мне и спросить некого? Конрад. Ты же решил выбрать другой путь? Не думаю, что этот проект тебя заинтересует. Джим, я ошибался. Я это признаю. Я хочу стать рейнджером. Ракошот. Вот это слова мужчины. Менее весело. Ну? Мне пора в медотсек. Уходит. Руссо. Подзывая жестом сотрудников. Вас проводят. И еще раз спасибо. Конрад тоже уходит с ребятами. Руссо остается один и связывается с Келлом. Руссо. Я тут допросил с пристрастием Бишопа. У него явно есть канал выхода на пиратов. Но я все же не палач. Зато выяснил, кому предназначались органы этого паренька Джима. Любопытная информация. А самое страшное, что подобные операции были и раньше. Келл. И чей же был заказ? Руссо. Разведчики Афаари были замечены союзниками на своих территориях. И Пша, Баи, Хаяки и другие весьма обеспокоены. Они видят в действиях Афаари подготовку к войне. И сами собираются действовать на опережение. А посол Афаари просто заявил, что никто не вправе им указывать, где они могут летать, а где нет. Я пытаюсь как-то разрулить ситуацию. Тахт Стазелла. Судя по выражению вашего лица, неважно получается. Келл, вы правы, посол. Но сдаваться я пока не намерен. Черный сектор. Квартира Рихтера. В помещении Келл Рихтер Руссо. Дверь открывается и входит Волков в сопровождении уже знакомого пожилого майора, прибывшего с земным фрегатом. Все поднимаются и отдают честь. Майор знаком показывает всем садиться и сам занимает место в кресле. Рихтер. Кто еще не знает, это адмирал Льюис, мой бывший командир, соратник и друг. Льюис. Приветствую вас, господа. Как вы могли заметить, я немного маскируюсь. Рихтер. Не очень удачное прикрытие, должен сказать. Льюис, поворачиваясь к Волкову. И этот туда же. Волков, улыбаясь, пожимает плечами. Льюис. Те, кто за мной следят, прекрасно знают, где я и что делаю. Пусть лучше думают, что я старый дурак и маскируюсь, не понимая этого. Выглядеть в глазах преобладающего врага опасным опасно. Они проникли в самые верхи. Президент еще не знает о них, но догадывается. Вице-президент тайком сотрудничает. Келл. Президент может им помешать? Льюис. Боюсь, президент не станет этого делать. Во-первых, не сможет. Их влияние уже слишком велико. Во-вторых, чтобы остаться у власти, хотя бы видимой, он будет с ними сотрудничать. Постарается выгадать больше пользы для себя. Это характерная черта всех политиков. Вскочить на бешеного быка и держаться до последнего, независимо от того, сколько этот бык затопчет и куда привезет. Келл. А как обстоят дела в военном руководстве? Ведь верховное командование должно знать и все понимать. Льюис прекрасно понимает. Когда несколько лет назад стали появляться сведения о нахождении новых технологий, людях, занимающихся их адаптацией для нужд Земли, многим это понравилось. Наши возможности изучения и адаптации технологий Минбара, Варлонов и Теней на тот момент исчерпали себя. А тут вдруг появился новый источник. После атаки на Минбар на Земле активно начали предприниматься шаги по усилению обороноспособности, и появление ученых с новыми разработками оказалось как раз кстати. Рихтер. Как будто специально. Льюис. Именно. Неизвестные воспользовались шансом и начали активно внедряться в структуры земного содружества. Они усиливали свое влияние и использовали его, чтобы убирать с пути всех, кто мог им воспротивиться. Сначала все происходило незаметно. Отдельные люди пропадали, на важные посты продвигались новые. Затем уже начали появляться разные инициативы, проекты, реформы вооруженных сил. Кому в командовании некоторые предположения показались слишком радикальными, тем предлагалось заняться чем-то другим или уйти в отставку. Келл. Вам тоже, адмирал? Льюис. Да, капитан. Мне тоже. Полгода назад мне ненавязчиво предложили уйти на пенсию. Но после битвы за Минбар я оказался себе востребованным. Земля должна была получить максимальную защиту от вторжения. Теперь, оказалось, вторжение уже произошло. Причем под соусом защиты от вторжения. Тихо, постепенно, неудержимо. Вы, ребята, не подумайте. Я не пессимист. И неважно, насколько безвыходной может быть ситуация, я буду бороться до конца. Келл. Но что можно сделать, если чужие уже у самой верхушки власти? Есть высшие чины, способные что-то противопоставить всему этому? Льюис. Боюсь, на Земле уже нет. Рихтер. Марс. Льюис. На Марсе они тоже уже есть. Но насколько распространяется их влияние там, не могу сказать. Больше всего меня заботят вооруженные силы. Их переформатируют, делая мощнее и агрессивнее. При этом многих бойцов передислоцируют на базы, о которых мало кто из генерального штаба знает. Кто управляет этими базами? Что делают там заново сформированные подразделения? Кому они подчиняются на самом деле? Все эти вопросы остаются пока без ответа. Рихтер. Келлу. Расскажи ему про ИО. Таможня. Джим провожает товарищей на Землю. Он одет в форму, немного напоминающую рейнджерскую. Джим, но вы там предков своих уболтайте как-нибудь. Или дождитесь совершеннолетия. Антон. Ладно. Ты тут не скучай. Как тебя называть теперь, подаван? А где твой световой меч? Джим. Не знаю, нет такого. А то я бы был первый подаван. Опускает глаза. Вы селение привет передайте? Скажите, что все у меня в порядке. Антон кивает и жмет другу руку. Ребята смеются и прощаются. Черный сектор. Квартира Рихтера. Льюис. Все, что вы рассказали, очень тревожно. Даже я, выходит, недооценивал чужих. Ладно. Мне пора отправляться. Келлу. Когда отбывают Афаари? Келл. Через пару часов. Из охраняемой бухты. Льюис. Проведи меня к бухтам. Вероятно, нам придется с ними столкнуться. Хочу посмотреть, что это за птица. Охраняемая бухта. Служебный проход. Адмирал Льюис в форме майора. Стоит в тени каких-то ящиков. И тайно наблюдает за тем, как Келл провожает посла Афаари и пару охранников к кораблю. Вдруг сзади раздается голос. Голос. Любите подсматривать? Льюис вздрагивает от неожиданности и поворачивается. Перед ним стоит Тахт Тазела. Льюис. Чтобы не выглядеть слишком растерянным. Как и вы, я смотрю. Полагаю, вы колестианский посол. Тахт Тазела, слегка склоняя голову в знак подтверждения и обращая взгляд на Афаари. Боитесь их? Льюис. Нет. Хочется больше узнать о потенциальном противнике. Тахт Тазела. Чем больше знаешь о враге, тем легче с ним бороться. Верно? Адмирал. Льюис не сразу реагирует, увлеченный слежкой за Афаари. А когда оборачивается несколько удивленный, то не обнаруживает колестианца. Вблизи Вавилона-6. Линкор Афаари покидает орбиту Тарины-5. Спустя короткое время фрегат ВКС Земного Содружества отворачивает от станции и направляется к зоне перехода. Через минуту он уходит в гиперпространство, направляясь в тот же район, куда и Афаари. Субтитры создавал DimaTorzok